Как похоронное дело стало бизнесом года в России и сколько ваших миллионов платят любовницы Путина? Подробности про это и главные итоги года. Катастрофического для России, для ее экономики, для людей. Сегодня в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев приветствую и начинаем. Никогда ранее Россия не теряла так много людей и денег, как в уходящем 22-м году. Беднеют из-за путинской войны и простые граждане, и олигархи. Но есть один специфический бизнес, который растет буквально на крови, просто в геометрической прогрессии. Это суперприбыльное дело, похоронное. Перевозка убитых, проведение траурных церемоний, обустройство могил. Можно сказать, бизнес года в России. Взять Киев за три дня не удалось. Российская армия прочно завязла в Украине. Оставляет захваченные украинские территории. В Российскую Федерацию потянулась нескончаемая вереница гробов. А на российских кладбищах заметно прибавилась работы для похоронных команд. Недавно потери россиян в Украине перевалили за 100 тысяч человек. И как нельзя лучше эту ситуацию иллюстрирует этот рекламный билборд. Этот рекламный билборд похоронной кампании «Миссия С», появившийся в Ижевске. Кажется, российская власть взяла на себя обеспечение всего цикла жизни простого россиянина. Родился, мобилизовался, убили. И тебя уже встречает кампания «Миссия С». Причем долго задерживаться на этом свете не стоит. Как бы намекают российские власть-придержащие. Все равно ничего хорошего в России вас не ждет. У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. От алкоголя примерно столько же. После выступления Путина на встрече со специально подобранными российскими матерями тему того, что в России долго жить не стоит, развернул и церковный политрук Андрей Ткачев. Воинская смерть лучше всех смертей. Это лучшая смерть из смертей. Люди умирают, как свиньи захлебываются блевотиной, скажу я вам. Еле-еле пили-пили, перепили, под столы попадали, обрыгались и блевотиной захлебнулись. С ним не поспоришь. Умереть от пули или артиллерийского осколка выглядит более предпочтительным, нежели захлебнуться в собственной блевотине. Казалось бы, кроме альтернативы захлебнуться рвотой, есть еще варианты, как провести жизнь. Получить образование, вырастить детей, путешествовать, умереть в кругу внуков. Но так пусть живут люди на проклятом Западе. А отец Андрей продолжает описывать, что ждет молодого россиянина, если он не пойдет на фронт. Малолетки зацепили, поехали зацепиться за электричку покататься, его током шваркнуло 3000 вольт, и он обугленный на рельсу упал. Может, все-таки есть другие альтернативы? Но нет, настаивает священник, только военкомат. Таких дурацких смертей, во! Так лучше с оружием в руках умереть за родину, как герой, как мужчина. Еще помолиться перед смертью, сказать, господи помилуй, и пошла душа в рай. Как человек, пришедший убивать на чужую землю, попадет в рай, Ткачев не объясняет. Тема смерти постепенно становится в России главной. Что такой идеальный солдат и как он должен себя вести, объясняет обществу владелец частной армии Евгений Пригожин. Причем делает он это на кладбище. На похоронах одного из боевиков его ЧВК Дмитрия Меншикова, сидевшего в Рязанской области по 228-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Сбыт наркотиков. Вышел из детдома, пошел в армию. Честно, как все, не скрывался, не прятался. Не просил маму с папой в Париж отправить, в Дубай. Хоронят детдомовца. И это первый признак универсального солдата. Не нужно платить компенсацию. Родственников-то нет. Работал сварщиком. Не хватало денег. Решил заработать. Сел в тюрьму. Ну а как ты в России еще заработаешь денег? Писал письма президенту, всем писал. Хочу на войну, хочу родину защищать. Ну, о том, что на войне лучше, чем в российской тюрьме, это правда. Подписал контракт. Контракт о том, что в случае, если нужно будет погибнуть, он достойно погиб. Он не нарушил контракт. Он честно погиб. Пообещал умереть, сдержал слово. Молодец. Будет похоронен с честью. То, что мы, собственно говоря, добивались. И работодатель тоже сдержал слово. Похоронил на хорошем месте. И даже более того, обеспечил достойные похороны. Вот что удалось узнать о церемонии прощания с Дмитрием Менщиковым, журналистом. Житель северной столицы побывал на мероприятии за деньги в качестве массовки. Массовки платили по-разному. От 1500 до 2500 рублей. Точное число сказать не могу. Но около 50 человек. Организованно привезли на автобусах. Среди массовки большинство не имело понятия о логичности героя. Изначально планировалось собрать около 400 человек. Но почему-то план выполнить не удалось. Будут ли для остальных 100 тысяч могилизованных тоже найдены хорошие места на кладбищах? И заказаны профессиональные плакальщики? Пригожин не говорит. Хорошо высказался о смерти другого ЧВКшника из Вагнера, 41-летнего Дмитрия Нагина, его друг. На похоронах. Я говорю, ты вообще для чего пошел? Он говорит, так меня родители воспитали. За веру царя Отечества. Живота не жалеть своего. Царь, вот он, считает, что долго жить не стоит. У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек. Вера, ну, что сказал священник, вы слышали. Еще помолиться перед смертью, Господи помилуй, и пошла душа в рай. Отечество? А Отечество – это и есть эти Меншиковы и Нагины, которых наглые чиновники и сумасшедшие попы гонят на убой в Украину. В этом году могилизировали 100 тысяч. В следующем у похоронных компаний прекрасные перспективы. Самое время давать рекламу. Ну и как же назвать президента страны, в которой могилизация собственных граждан становится чуть ли не главным бизнесом, а также любимым занятием власти? Путин – неудачник года. Этот статус ему присвоила влиятельная медиаорганизация из Америки – политика. И ведь правда, есть за что считать пока еще президента РФ главным лузером. Провальная война, бегство сотен тысяч россиян за границу, международная изоляция, санкции и, как результат, просто огромные проблемы в экономике страны. В сюжете про достижения власти Путина. Подводим итоги уходящего года. Уходящий год можно назвать самым худшим годом в истории экономики России. И главным организатором провала является президент страны Владимир Путин. Да, мы делаем это. На конец 2021 года Россия занимала 11 место в мире по объему национального ВВП. Около 2 триллионов долларов за год. И считалась страной с одной из самых мощных экономик. Но решение диктатора Путина начать полномасштабное вторжение в Украину поставило российскую экономику на колени. Впервые за долгое время государственный бюджет стал дефицитным. На это есть несколько причин. Во-первых, война – дело дорогое и является тяжелым временем для российского бюджета. Восполнять потраченные деньги российское правительство могло бы легко. Но в ответ на военную агрессию в Украине цивилизованный мир наложил на Россию санкции. Когда экономика работает на войну, за скупками остается большое количество людей. Вот, допустим, бюджетники, пенсии, зарплаты бюджетников – это все становится, скажем так, второстепенно. Восполнять потраченные деньги российское правительство могло бы легко. Но в ответ на военную агрессию в Украине цивилизованный мир наложил на Россию санкции. Сначала войны было тем спусковым крючком, который спустило все вот эти санкции, которые сейчас есть. Валютные резервы арестованы, ограничен доступ технологий, введены очень жесткие санкции на основные экспортные продукты Российской Федерации, сильно ограничены. Экономические ограничения повлекли серьезные сбои в работе практически каждой отрасли российской экономики. Основным из первых кризис ощутили представители автомобилестроения и IT-технологий, а также металлурги, перевозчики и многие другие. Сектор, который очень сильно пострадал – это деревообработка. Мебельная промышленность, деревообрабатывающая промышленность, она очень сильно зависела от пропиток, от материалов, от комплектующих, которые шли с Запада. После полномасштабного вторжения России в Украину, более тысячи иностранных компаний просто ушли с рынка РФ и забрали с собой деньги, технологии и рабочие места. Это же не только платильщики налога, это еще и компании, которые давали работу смежникам. Она же создавала вокруг себя достаточно большое кольцо задействованных российских компаний, которые обеспечивали смежную деятельность. Не выдерживает и малый бизнес. По данным Федеральной дологовой службы, свою деятельность прекратили 513 тысяч индивидуальных предпринимателей и ферберских хозяйств. Если в прошлом году в казну России бизнесмены перечислили 28 триллионов рублей, то теперь поступления сократились в разы. Закрываются бизнесы, им невыгодно снимать торговые площади. Невыгодно снимать торговые площади, а торговые центры, скажем так, оказываются бесприбыль. Не получилось закрыть бюджетную дыру и нефтяными долларами. В страны ЕС уже ввели ограничительную цену на черное золото на уровне 60 долларов за баррель. Это привело к тому, что экспорт нефти сократился уже на 64%. Мы же понимаем с вами, что это ведь только начало. То есть мы с вами сейчас анализируем те экономические процессы, которые, собственно, нарастают. И по оценкам российских экономистов, глубина падения российской экономики ожидается в марте месяца следующего года. Гвоздь в крышку кропа экономики России Путин решил забить в сентябре, когда объявил мобилизацию. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Таким решением российский диктатор изъял из экономики страны почти 2 миллиона человек. Некоторые из них покинули свои рабочие места и принудительно пошли в ряды армии. Другие просто сбежали за границу, чтобы не стать пушечным мясом. Хуже всего то, что это молодые работоспособные мужчины, средний возраст которых 35 лет. Это люди, согласно исследованиям, которые имеют уровень достатка значительно больше, чем в среднем в России. То есть это означает, что более богатые слои населения России, они выезжают. К чему это приведет? Потому что внутри России будет меньше людей, способных что-то покупать. Путин надеялся захватить Украину за три дня, но ввязал всю Россию в большую войну, которая длится уже 10 месяцев. И ежедневно вытягивает миллиарды долларов из бюджета страны, которые могли бы пойти на ее развитие. Но нет финансов. Раньше были финансы. От экономического падения страдают в первую очередь простые люди, испытавшие дефицит продукции, рост цен на одежду, еду, медикаменты и коммунальные услуги. И спасибо за все это россияне должны сказать президенту Путину. И чем хуже все в реальности, тем лучше все в выдуманном мире российской пропаганды. Ради красивой картинки на телеэкранах и в соцсетях власть центральная и на местах по старой доброй традиции сливает десятки и сотни миллионов ваших рублей на празднование Нового года. Ваши деньги тратят и по дороге пилят так, как обычно, будто в стране ничего не случилось, будто нет войны и более 100 тысяч убитых россиян. Например, в Челябинске на елку спустят 450 миллионов, а в Питере вообще больше, чем 800. Про рекордсменов предновогоднего распила и праздник с кровавыми слезами на глазах. В нашем сюжете. Путин отправил русских мужчин умирать в Украине в голоде, холоде и муках. Российские власти не снабдили военных элементарным теплой одеждой, свежей пищей, медикаментами и современным оружием. Вот нас 30 человек, осталось уже 11. И б***ь. Так что, б***ь, то, что по телеку, я тебе говорю, все просто плашное наебалово. Число погибших россиян в Украине уже перевалило за 100 тысяч. А Путин все еще продолжает притворяться, что полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину идет по плану. Ничего мы не потеряли и ничего не потеряли. Более того, диктатор Путин желает веселиться. Да, мы делаем это. В городах России началась активная подготовка к новогодним праздникам. Пока русские военные мерзнут в окопах, чиновники со всех уголков страны планируют потратить на рождественские елки сотни миллионов рублей. У нас будет настоящая живая ель. Большая, красивая, 30 метров. Из крупных городов России меньше всего на празднования собираются потратить в Казани. Впрочем, сумма все равно колоссальная – почти 26 миллионов рублей. Раз, два, три, елочка горит! Ледовый городок, три елки и ярмарка будут праздновать с размахом в Екатеринбурге. Елка будет сама наряжаться, будет натягиваться небо. От елки будет как шлейф выходить на 10 метров в каждую сторону. Это как будет световое панно такое. Значит, и звезда, конечно же. 26 миллионов и 200 тысяч рублей. Именно столько обойдется новогодний декор в центре города. Около 30 миллионов из местного бюджета выложат на елку и декор в Уфе. Деньги потратят на сборку искусственных елей, заготовку, перевозку, изготовление ледовых фигур, детских горок, лабиринтов, а также парапетов. В Перми на праздник потратят 40 миллионов рублей, 30 из которых пойдут на ледовые скульптуры. Не в десятках, а в сотнях миллионов рублей оценивается подготовка к новогоднему празднованию в Москве. Из окон Кремля Путин будет любоваться 27-метровой елкой. Ее украсят гирляндами длиной в 3000 метров и шарами, количество которых перевалит за 1000. Новогодние декорации обойдутся москвичам в 303 миллиона рублей, что на 32 миллиона больше, чем в прошлом году. Елка прекрасная, красивейшие конструкции, 2022 год также написано. Впрочем, даже такая колоссальная сумма не потолок. Вот в Челябинске из местного бюджета потратят 450 миллионов рублей на празднование. Впрочем, больше всего на празднование потратит мэрия Санкт-Петербурга более 830 миллионов рублей, что на 20% больше, чем в прошлом году. Праздник обойдется дороже, так как местные власти в такое непростое для России время решили закупить новые украшения и декорации. Ужасно и то, что рождественские украшения в этом году еще используются в целях кремлевской пропаганды. Так в Москве возле рождественских елок расставили инсталляции расширских знаков в виде букв ZVO. А в городе Чита городское правительство установило ледяные скульптуры солдат русской армии с автоматами. Празднование Нового года – это праздник, который имеет корни со времен Советского Союза, и он очень важен на идеологическом уровне. Вот эта традиция, она перекочевала со времен Советского Союза уже в современную Россию. И, конечно же, что можно делать в идеологическом, пропагандистском плане, так это же возвышать и радоваться той же войне против Украины. И то, что в разных городах России множество просто атрибутов этой войны, они включены в празднование Нового года, это только подтверждает этот факт. Российские власти, которые довели страну до обнищания, им совсем не стыдно устраивать такие роскошные праздники в чрезвычайно сложное время для экономики страны сразу по нескольким причинам. Первое – политтехнологическое, объясняет политолог. Народ всегда требует еды и зрелищ, и когда еды не хватает, нужно компенсировать это зрелище. И в надежде на то, что люди сейчас уйдут на двух-трехнедельные празднования Нового года и забудут обо всех проблемах, и будут просто сидеть за столами и рассказывать о величии России, это, конечно же, наверное, финальный задум центральной власти. Вторая составляющая – коррупционно-финансовая. Ну, это вообще классика в России особенно, когда на каких-то громких тендерах с большим количеством товаров, которые там закупаются городскими администрациями для празднований либо для каких-то больших мероприятий, это обычно кормушка для местных чиновников и местной власти. Как всегда, российские власти думают о себе, а не о народе. Вместо того, чтобы обеспечить достойные пенсии и социальные выплаты гражданам, заботиться о семьях военных, которые остались безкормильцем, Путин и его свита устраивают пир во время чумы. А вот для кого уходящий год, как в принципе и все предыдущие, был удачным. Алина Кабаева. То ли любовница, то ли жена Путина. В общем, его фаворитка. Получает по 13 миллионов рублей зарплаты ежемесячно. Просто успех года, согласитесь. Вопрос лишь, за что Путин сделал Кабаеву миллионершей. История из рубрики «Своих не бросаем». Точнее, «Свою не бросаю». Далее. По данным телеграм-канала «Можем объяснить», доход олимпийской чемпионки и главы совета директоров национальной медиагруппы Алины Кабаевой составляет 155 миллионов рублей в год, что в 15 раз больше, чем по официальным данным зарабатывает сам Владимир Путин. Алина Кабаева – та самая легендарная гимнастка, за выступлениями которой наблюдал весь мир. В свое время она перешла из большого спорта в большую политику. Поговаривают, что такие карьерные продвижения спортсменки напрямую связаны с отношениями с главным лицом Кремля – российским диктатором Владимиром Путиным. Существуют все-таки какие-то ограничения. Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено. Ведь на протяжении многих лет СМИ уверяют – Алина – любовница Путина, которая родила ему трех детей. Но сам президент бурно реагирует на подобное высказывание. Я всегда отрицательно относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь. Если кому-то хочется в связи с отсутствием интересных тем покопаться в личной жизни российских политиков, ради бога, но и здесь, мне кажется, нужно соблюдать определенные приличия. Когда карьера успешной чемпионки подошла к концу, на смену пришла, казалось бы, не менее перспективная сфера. Большая политика. С 2007 по 2014 год Алина была депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Трудилась Кабаева, не покладая рук. И за шесть лет своей политической карьеры подписала аж пять законопроектов. Очевидно, что подобного рода деятельность не вызывала особого интереса у спортсменки. Да и к тому же ее доходы не превышали каких-то скромных 14 миллионов рублей. Другое дело холдинг национальной медиагруппы, который на сегодняшний день и возглавляет Алина Кабаева. Там-то доходы в разы больше. Судя по ним, предвоенный год прибыль национальной медиагруппы выросла с 9 до 237 миллионов рублей. О доходах Алины Кабаевой стало известно телеграм-каналу «Можем объяснить», который опубликовал следующий документ. Каналу удалось ознакомиться с декларацией о доходах из базы Федеральной налоговой службы. Из документов следует, что в 2021 году зарплата Кабаева в национальной медиагруппе составила 155,5 миллионов рублей. Таким образом, ее месячная зарплата составляет почти 13 миллионов рублей. Но кроме этого, известно, что Алина Кабаева имеет вклады в банках ВТБ и СМП на общую сумму 335 тысяч рублей. Помимо этого, состояние Кабаева и ее семьи очень даже внушительное. Общая стоимость недвижимости составляет около 40 миллионов евро. Большая часть этих владений по доброй воле перешла от как раз-таки близких друзей Владимира Путина. Но и в национальной медиагруппе, вероятно, не без помощи Путина. Ведь крупным пакетом акций компании владеет Юрий Ковальчук, друг Путина. Неудивительно, что Кабаеву обеспечивают такого уровня заработком. В 2018-м она заработала там 785 миллионов рублей. В 2019-м сумма выплат упала до 55,5 миллионов. А в 2020-м ее зарплата достигла 300 миллионов. Но на самом деле говорить о финансовых делах самой Кабаевой сложно. Ведь, по сути, она активно пользуется благами путинского общака. Мечтать не могла о таких условиях. Роскошный образ жизни любовницы Путина – это загородные дома, заграничная недвижимость, полеты бизнес-джетами, успешный бизнес, который приносит немалые суммы. Все это в распоряжении экспортсменки благодаря знакам внимания диктатора и его окружения. И с национальной медиагруппой получается интересный момент. Друг Путина дал в кредит миллиарды рублей. Именно за 18 миллиардов медиагруппа приобрела известный российский телеканал «СТС». Кроме финансовой поддержки, друзья Путина дарили Кабаевой и квартиры. Один из самых богатых людей России в подарок принес Кабаевой квартиру в Петербурге. Кроме того, Алина пользовалась активами, которые ей вовсе не принадлежат. Такая вот роскошная жизнь. Но с приходом войны Алина Кабаева попадает под санкции Канады, Великобритании, Евросоюза и США. Ведь имеет близкие отношения с Путиным и является главой национальной медиагруппы. Как бы все логично. Россия не смогла захватить Украину в уходящем году и наверняка не сможет сделать этого в 2023-м. Цивилизованный мир поддерживает украинский народ в борьбе против террористического режима Путина. И эта поддержка становится все более мощной. В частности, США дадут 45 миллиардов долларов на поддержку нашей страны. Как эти деньги помогут как минимум освободить Украину, объясняем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вариант, 150 километров может быть. Главным образом на поставки может повлиять недавний визит президента Зеленского в Вашингтон, говорят эксперты. Это ознаменовало переход на новый уровень отношений и, соответственно, новый уровень доверия. Америка окончательно убедилась. Украина должна победить в войне и знает, как это сделать. Это был период проверки нас. Нас тестировали. Нам давали одни виды вооружения, потом еще чуть-чуть лучше, еще чуть-чуть лучше. Россияне вмешивались, пытались нас дискредитировать. Говорили, что Украина все распродала, Хаймарсы все уничтожены. Ничего не уничтожено, ничего не распродано. Про Россию в бюджете США на 2023 год тоже не забыли. На пять лет был продлен запрет на военное сотрудничество с РФ. Кроме того, заявлено о том, что США будет добиваться исключения России из Большой Двадцатки и ряда других международных организаций. В том числе 6 миллиардов заложено на сдерживание РФ в Европе. После отдельных эксцессов с блокированием помощи Украине, саботажа решений НАТО и местами подозрительно пророссийскими высказываниями некоторых чиновников, стало очевидно, что на подковерном фронте России тоже необходимо нанести поражение. Во-первых, это политическое сдерживание. Будут выбивать политических лоббистов из Европы, которые лоббируют интересы Российской Федерации. Это будет более активная работа по российской агентуре. Те люди, которые сидят, стучат, я уверен, что будут высылать дипломатов, будут бить по финансовым хвостам, отказываться от российских разных ресурсов. К слову, еще одна статья расходов в военном бюджете США рассчитана как раз на закупку ресурсов. По мнению аналитиков, именно так можно трактовать пункт «Закупки для военной помощи Украине». Судя по сумме в 9 миллиардов долларов, закупиться Америка собирается основательно. Я думаю, идет в первую очередь закупка материала для производства высокотехнологичных средств вооружения. Это редкоземельные металлы, например. А вот эти вот снаряды с наведением, которые летят, Хэмарсы, вот эти дживелины, ло, ну, такие мелкие примеры. Там же тоже много микроэлектроники, и чтобы их производить, нужно докупать микроэлектронику, вернее, докупить ингредиенты. Кроме этого, США планируют продолжать прямую финансовую помощь Украине и выделило на это почти 13,5 миллиардов. Еще 800 миллионов заложили, как сказано в документе, на прочую помощь Украине. И это только одна страна. Если учесть еще и поставки европейских партнеров, общая помощь Украине в 2023 году превысит нынешнюю, а соответственно и увеличит наш военный потенциал в несколько раз. В эфире была программа расследования и аналитики «Ваши деньги». Наша команда надеется, что наши сюжеты помогают вам лучше понять, куда Путин и его прихлебатели на самом деле ведут в страну. Благодарим вас за то, что смотрели нас в уходящем 2022 году и увидимся уже в 2023. Как всегда, ждем вас во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok